Более 70 миллионов рублей на такую сумму саров при солидарном участии предпринимателей и волонтёров оказал помощь участникам СВО и их семьям, рассказал на ежегодном отчёте о работе администрации глава города Алексей Сафонов. В городе также создали межведомственный штаб по сбору гуманитарной помощи. В общей сложности в зону проведения СВО направили 18 гуманитарных грузов. Для урегулирования текущих вопросов в администрации провели больше 20 встреч с участниками СВО и членами их семей. Рассказал глава города, и о реализации нацпроектов, в рамках которых в прошлом году школу имени Балакирева оснастили музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, а также благоустроили сквер за администрацией. В рамках адресной инвестиционной программы начали строительство улиц Чкалова и Академика Негина, а также продолжили работы на объекте новой школы 11 по улице Зорге. Важным итогом работы Алексей Сафонов назвал разработку генплана города. В рамках указа президента от 2021 года была изменена граница территории зато Саров и соответственно нам срочно понадобился по поручению правительства генеральный план, новый генеральный план города Сарова. И эта работа была выполнена в срок с необходимым качеством. То есть у Сарова сейчас есть новый генеральный план. Масса вопросов решили, накопленных там с последних изменений. Затронули в ходе заседания и судьбу Северного парка. Напомним, летом прошлого года судьба леса в границах улиц Нижегородской, Молодёжной, Раменской и Берёзовой вызвала бурные дискуссии в социальных сетях. Общественность разделилась на два лагеря. Одни выступали за благоустройство, другие решительно против любых манипуляций с лесным массивом. Вопрос до сих пор остаётся открытым, сообщил Алексей Сафонов. Для меня более сложный вопрос. Вот вопрос Северного парка – это общегородской вопрос или вопрос жителей близлежащих территорий? И на него тоже, на самом деле, неочевидный ответ. Потому что, с одной стороны, мы, если что-то там будем делать, меняем жизнь близлежащих, с другой стороны, это действительно общегородская территория и учитывать мнение надо всего города. Отчёт главы народной избранники вынесли на заседание городской думы, которое состоится 31 мая в Большом зале заседания администрации. На нём может присутствовать любой желающий и задать свои вопросы.